Итак, продолжаем. Валерий Николаевич, вы слышите меня? Значит, у меня к вам два вопроса, прежде чем я вам скажу дальше всё. Скажите, пожалуйста, сердце проверяли? Да, 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 кардиограмма проходила, кардиограмма хорошая. Замечательно. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь были такие микросудороги небольшие до того, как вот это всё началось в икроножных мышцах? Да нет, икроножные мышцы у меня нормально, ни судорогов, ни... Да, бицепсы. Вот в бицепсах, в мышцах у меня удержение, в плечах, в груди и спине. Понятно. Значит, теперь вот какая... Что-то я вас плохо слышу вообще. А сейчас? А сейчас? Ну, по телефону плохо, а так, телевизор хорошо. Ну, хорошо. Значит, найдите для себя самое удобное, хорошо? Значит, вот какая история. Тогда, когда выложитесь на эппликатор Кузнецова, боль от эппликатора, то есть вот в момент, когда организм иголочки осваивает, проходит в течение трёх, максимум пяти минут. То есть дальше, после пяти минут, то, что у вас боль как бы ушла, это следствие воздействия процедуры, а не эппликатора. Понятно? Это боль не эппликатора. Вот в чём дело. Поэтому вы должны были бы для себя вот этот момент обязательно помнить и знать. Поэтому я вас прошу делать вот эту процедуру с эппликатором Кузнецова так, как мы договорились. Это первое. Второе. Как вообще построить эту процедуру? Вот этот цикл воздействия, скажем так, на ваш организм, в вашей ситуации. Первое, что вы должны сделать, перед тем, как лечь на эппликатор Кузнецова, надо обязательно за 15 минут где-то, вот так, принять одну треть стакана или до полустакана, не больше, отвара, настоя коры ивы. Понятно. Первое. Второе. Через 15 минут, после того, как вы приняли вот эту самую кору ивы, вы ложитесь на эппликатор так, как я сказал. Понятно. И, пожалуйста, не надо здесь, так сказать, разделять вот спина, а все остальное вроде как нормально. Нет. Организм существует в едином целом. Поэтому вся спина, и вот отсюда, от еремной ямочки, вниз до лобка. Понятно. Сверху желательно положить толстые книжки, вот там о энциклопедии, да, вот прижать. Прижать. И очень тепло укрыться. Понятно, понятно. За это время вы должны лежать, уже сказал, полтора-два часа. Очень тепло укрытым. К ногам, пожалуйста, грелочку. Не очень горячую, тепленькую, но грелочку. Дальше, так сказать, пока вы лежитесь, надо приготовить ванну целиком. Но эта ванна должна быть 38 градусов, не 36, не 37, 38. Без скипидарных эмульсий пока, без скипидарных. Понятно. И вы сразу, как только, вот вы там те полтора часа выдержали на эппликаторе, сразу после этого войти в ванну и лечь в нее. Общая ванна. Понятно, понятно. Теперь, значит, в ванной надо поступить так. В ванне вы пролежали 5 минут. И начинаете аккуратно, беспрерывно подливать горячую воду. До 42 градусов. При 42 градусах 4 минуты. После этого выходите из ванны и в постель. Хотя бы на 20-30 минут, тепло укрывшись. Понятно. Понятно? Так что у вас общая процедура будет занимать около 2 часов. Понятно. Все поняли? Да, да, да. Вот это надо делать обязательно. Мне кажется, еще, так сказать, перевесим просто зайти в аптеку и попросить препараты с калием. Это может быть пананги, аспарган. Да, все, все, у меня есть это. Вот очень хорошо. Понятно? Понятно. Только я вас прошу вот что. Значит, очень быть внимательным. Следить за сердцем, да. Если очень сильно, резко усиливается тахикардия, постарайтесь, пожалуйста, выше 110 не держать. Если усиливается, заканчивайте ванну раньше и выходите. Поняли? Понятно. Вот это вот, пожалуйста. В обязательном порядке. Пожалуй, все. А сколько на протяжении это можно делать? Не каждый день. Через день. Понятно? Понятно. Через день. Пожалуйста, так сказать. Вы делаете через день. Всего, пожалуйста, сделаем мы таким образом. Всего мы сделаем семь процедур. Семь процедур. И обязательно после этого перерыв. Не меньше, чем на две-три недели. Вот в течение этих двух-трех недель перерыва. Постарайтесь, пожалуйста, дозвониться до меня. Антонина Александровна вам назовет сейчас номер телефона, по которому имеет смысл это сделать. По средам и четвергам. Угу. Хорошо? Хорошо. Хорошо, хорошо. Договорились. Понимаете, препарат, который, вернее так, терапию, которую вам назначил невропатолог, продолжать можно? Мы тут никак ей не противоречим. Ну, я это закончил уже делать. Ну, замечательно. Значит, вы сейчас проделаете вот это. Хорошо? Я очень хочу знать. Я бы хотел вас услышать, потому что мне важно знать в этой ситуации результат, который у вас появился. Хорошо. Тогда договорились, Валерий Николаевич. Договорились. Всего доброго. Ну, вы назовите номер мне. Это вот Антонина Альциана вам скажет. Ага. Все. Договорились. Друзья мои, ну что же, мы с вами продолжаем. Сегодня у нас с вами такой напряженный день. И мне кажется, это очень важно. Понимаете, вы все, занимаясь нашей программой, должны понимать следующее. Это главное. Вот то, о чем я сейчас говорю. Понимаете, вы можете делать только 12-дневную программу раз в месяц или раз в полтора месяца. Но если вы будете ее делать методично, вы получите результат. Практически при всех нозологиях, кроме онкологии. Алло. 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 Да. Алло. Да, да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Что принимать? Я не понимаю вас. Гербалайф. Боже вас избавь. Боже вас избавь. Боже вас избавь. Я понимаю, где-то уже полтора года, и акта не проходит, и кроме этого... Да кто вам сказал, что Гербалайф... Да кто вам сказал? Это все из... Как это называется? Сейчас я читаю одну книжку американского доктора одного, который называет все вот эти вот припарки, так называемые, в том числе и Гербалайф, причудами. И он абсолютно прав. Это американский врач. Врач той страны, откуда к нам Гербалайф пришел. Кто вам сказал, что Гербалайф лечит вообще... Чего-то лечит? Ну, сказали люди, которые вот вроде бы... Вот тогда зачем вы мне звоните? Обращайтесь к этим людям. Ну как? Ну вы возьмите в голову. Понимаете? Потому что я объясню вам. Гербалайф это питание. Питание. Понимаете, это биологически активные добавки неясного назначения и неясной этиологии. Понимаете, это хорошая вещь. Не могу сказать, что это плохо. Никак не могу. Но Гербалайф еще никого не вылечивал. Ни от ожирения. Ни от каких-либо болезней. Уверяю вас, потому что я впервые смотрел Гербалайф 20 с лишним лет назад. Это называется просто выкачивание денег. Без толку и без смысла. Какие бы программы там не были заложены. Понимаете? Вместо того, чтобы заняться. Понимаете? Бронхиальная астма это, как правило, очень высокое накопление аллергических токсинов и очень высокая перегруженность легких отходами собственной жизнедеятельности в силу того, что аллергические реакции, они проявляются по-разному. И спастика легочная присутствует, пневмоспастика тоже присутствует. И может развиться пневмосклероз. Причем здесь вообще Гербалайф. Собой надо заниматься, надо похудеть. Во-первых, железно совершенно, без этого ничего, надо себя вычистить. И первое, с чего бы надо было начать, но в зависимости от состояния сердечной деятельности, сердечного ритма, да с цикла горячих грудных обертываний и нашей 12-дневной программы. Это не значит, что то, о чем я говорю, это единственное, что есть на земле. Нет. Но результаты у большинства людей, которые проводят с брюхиальной астмой, эту программу, очень хорошие. По крайней мере, от гормонального сопровождения они уходят, от таблеток они, как правило, уходят, и начинают очень хорошо справляться с этой проблемой. Эта проблема, в первую очередь, детоксикационная. А вы, наоборот, усиливаете этот момент. Вот какая история. Я первый раз смотрю вашу программу. Я не понял, Мария, не понял. Я первый раз смотрю вашу программу, но я не знаю, вот ваша программа 12-дневная. Я прошу прощения, Мария, но я-то вот не виноват же, правда? 12-дневная. Вы знаете что, давайте так, вот в следующем выпуске, у меня остается 10 минут уже эфира, я не успею вам рассказать просто. Понимаете? Да потом люди, которые смотрят эту программу, они сейчас же скажут, ну вот опять все по новой. Давайте сделаем так. Так, я на следующем, в следующем эфире, через неделю, буду рассказывать как бы общую методику построения всего этого дела. Поэтому, так сказать, будет возможность, пожалуйста, посмотрите. Да, и многое будет вам понятно. Многое будет понятно. В это же время, да? Да, в это же время. Мы всегда выходим каждую субботу в это же время. Понимаете, Мария? Потому что это вот из той области, о которой я уже говорил. Если вы лечитесь, то будьте добры, лечитесь у врача. Как же можно лечиться по рекомендации одной бабы? Ну я правду говорю-то? Да, да, да. Понимаете? Вот что. Потому что то, что мы делаем, это наша программа. Она, во-первых, не противоречит положениям официальной медицины, не противоречит. Потому что, извините, мы на дистанции, мы не имеем права, так сказать, приводить человека, скажем так, знаете, в противоречии с определенными установками, которые есть по поводу бронзиальной астмии в медицине. Но наша задача облегчить состояние человека и помочь ему выйти вообще из вот этой ситуации с бронзиальной астмой. Если не удается вообще, потому что там стаж, там возраст, там много чего есть, то, по крайней мере, увезти от сильнодействующих препаратов. Вот что очень важно. Иначе вы под действием препаратов, которые принимаете, особенно гормонального спектра, вы просто будете наращивать снова вес и снова будете усиливать вашу ситуацию с астматическим компонентом. Понятно? Понятно? Так что, пожалуйста, вот через недельку я буду это рассказывать. Алло? Алло? Если есть звонки, то я продолжу, то времени остается мало. Алло? 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 Да-да. Алло? Да-да, я слушаю вас. Алло? Да-да-да. Анатолий Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонит из Челябинска Нина Григорьевна. Да, Нина Григорьевна. Два месяца тому назад я вам звонила по поводу меланомы. Да. Сейчас вырезали. Вы мне порекомендовали пить фитомикс-40. Да. Вот два месяца я пропила витамик-40. И дальнейшее действие как вы? Значит, необходимо пойти к онкологу и проконсультироваться. На ноль это хорошее. Ой, очень хорошо. Тогда вы должны будете недели три прерваться, потому что курс фитомикса нужно будет обязательно провести еще дважды. По полторому месяцу. По полтора месяца. С перерывом в две-три недели. Вот это надо сделать, Нина Григорьевна, в обязательном порядке. Ага. Потому что результаты, ну, очень хорошие. А хорошо? У меня есть я, да? Очень хорошо. Нина Григорьевна, только пожалуйста, вот эти перерывы надо соблюдать обязательно. Значит, по полтора месяца. Ну, у меня не получается там 10 пузырьков. Неважно, да? Ну, понимаете, какая штука. Как получается? Ведь мы же все живем в зависимости от нашего состояния. Правда? Хорошо. Перерыв две недели, да? Да, две-три недели максимум. Три недели максимум. Две недели лучше. Вот эти две недели очень нужны на адаптацию. И, пожалуйста, введите себе в закон. Один раз в неделю, да? Ага. Один раз в 7-10 дней, вот так, я скажу. Обязательно один день проводить с солью магнезии. Хорошо. Понятно? Да. Обязательно это надо делать. Второе. В обязательном порядке. Вот этот вот рецепт Будвиг, профессора Будвиг, я имею в виду льняное масло, творог, льняное семя. Да, взбитые вместе. Вы знаете этот рецепт? Да. Пожалуйста. Это вот должен быть у вас на столе. Хорошо. Договорились? Договорились. Очень хорошо. И раз в недельку, раз в недельку, 37, 36,6-37 градусов. Вот так, при этой температуре. Ванна с морской солью. Ага. Не выше 37,5-38. Не выше. Ага. Понятно? Понятно. Очень хорошо. Замечательно. Дай бог вам здоровья, все будет хорошо. Ага. Спасибо. Ну, еще можно звонить, да? Конечно, а как же. Господи, пожалуйста. Спасибо большое. Я рад за вас. Рад за вас. Спасибо. Осталось пять минут. Жду звонка последнего. Да. Просто не начинаю никакой новой темы. В силу того, что времени у нас остается мало. Алло. 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 Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло. Да, да, слушаю вас. Это я слушаю вас? Анатолий Фимович. Да. С Дальнего Востока я звоню. Скажите, пожалуйста. Да вы не ждите ответа, вы говорите. Можно ли принимать ванны? Да. Есть ли у меня мастопатия и миома была? Вопрос, можно ли принимать ванны? Да. Какие? Да, да, да. Какие? А скипидарные? Можно. Спасибо большое. Пожалуйста. Друзья мои, вот почему я сказал можно. Мастопатия, узелковое воспаление в молочных железах. Матка, миома, удалено, я так понимаю, все. Доброкачественное образование. А истоками этих образований, как и мастопатия доброкачественная, почему, так сказать, большое внимание уделяют мастопатии и фибромиомам, потому что считается, что они в какой-то момент могут озлокачиваться. Извините меня, пожалуйста. Вы поняли, о чем я веду речь. А вот что касается мастопатии, то такая вероятность действительно существует, потому что, ну вот это наиболее как бы подверженная часть женского организма к такого рода перерождениям. Но под этими образованиями, как правило, находится нарушение микрокровотока, капиллярного кровотока. Я так немножко ужесточаю эту ситуацию, капиллярного кровотока. Понимаете? Что делают скопидарные ванны? Они как раз помогают человеческому организму, моему организму, короче, восстановить этот самый капиллярный кровоток. И как только кровоток начинает восстанавливаться потихоньку, аккуратно, это не происходит за время одной ванны, естественно. Для этого надо провести 15-17 ванн, хотя бы такой цикл. Это значит, вот к этому участку, где возникла ишемическая ситуация, и резко снизился приток крови, а значит приток кислорода, приток питательных веществ, и вынос продуктов воспаления из этого узла, понимаете, вот тут и начинаются всяческие неприятности, которые заканчиваются мастерпатией и, возможно, так сказать, продолжение дальше неприятностей. Это имеет отношение к фибромиому и миомам, потому что миомы – это результат нарушения кровообращения, особенно микрокровообращения, капиллярного кровотока в органах малого таза. А это, как правило, у всех людей, к сожалению, великому сегодня, даже у великих спортсменов, к сожалению, великому это происходит – нарушение кровотока в органах малого таза. Ногами, руками мы еще как-то работаем, спина еще как-то работает, и шею мы с вами все-таки поворачиваем, а вот, как правило, эта вот наша зона, да, нижний этаж, она у нас в бездействии, понимаете, да еще нарушение с желудочно-кишечным трактом, нарушение дефекации, нарушение мочи оттока, эвакуации мочи и так далее, и так далее, и так далее, приводит к тому, что начинают образовываться вот такого рода вещи. Так вот, я и говорю о том, что скипидарные ванны в этой ситуации можно и нужно делать, потому что никакими таблетками и местными притираниями мы эту ситуацию можем исправить, но ненадолго. Вот в чем беда, понимаете, это нарушение кровотока, и это ситуация, которая касается всего организма в целом, единственное. И начинать цикл скипидарных ванн нужно с максимальной температуры не выше 38 градусов и поднимать градус на 1, на, там, до 39, 40, 41, 42, то не раньше, чем через 3-4 ванны. Вот так-то вот. Ну а сейчас, друзья мои, я с вами хочу попрощаться, встречаемся ровно через неделю. Я коротко скажу вам всю программу, как и об этом и объявил. Всего вам доброго.